Эти девочки родились все в начале 20-х. Все. Их воспитали, растили, учили любить страну, родину спойму. Ведь для них это не просто слова были. Они молоды, красивы, решительны и опасны для врага. Вместо сердца пламенный мотор. Они поднимают в небо тяжелейшие самолеты, с которыми, кажется, могут справиться только сильные мужчины. Сокрушают врага, вторгшегося в их страну, город, жизнь. Это документальный фильм о женщинах, рассказанный ими лично. Событие, о котором больше 75 лет. Вот в этом фильме так получилась наша команда. Она действительно очень любила вот это поколение. Потому что на них смотришь, такие молодые девочки в начале, красивые молодые девчонки. И вот они взяли на себя такую ответственность пойти не оставаться в тылу, а пойти именно в бой. В бой реально воевать против врага, защищать свою родину. Авторы сняли современную картину, в том числе для сегодняшних подростков. Школьники и студенты колледжа собрались на просмотр и обсуждение фильма в юношеской районной библиотеке. Некоторые из них пришли подготовленные. Недавно закончили работу над проектом о знаменитых женщинных летчицах. На этот раз они услышали новые имена. Ребят впечатлила и военная техника. Я как бы узнал о самолетах, которых не видел. Там были промежутки, когда рассказывали, как поднимали самолеты в небо, какие они тяжелые, какие служили для бомбардировки, а какие для того, чтобы сбивать. Кино основано на исторических документах и фактах. Интервью дают уже ушедшие из жизни летчицы. Елена Кулькова, Нина Распопова. Среди них и наша, Щелковская, Валентина Неминущего. Авторы хотели показать героические подвиги молодых летчиц, рассказать об их мыслях и чувствах. Ведь герои когда-то тоже мечтали, дружили, любили. Я прекрасно помню с Еленой Кульковой интервью у нее дома. Это потрясающая светлая женщина, которая просто, ты удивляешься, представьте себе, что с ранением живота она не только долетела до аэродрома, она посадила самолет, но при этом ей приходилось еще на второй круг уходить. И потом видеть ее живую, такую активную. Ведь она не так давно умерла, в апреле прошлого года. И вот как это все, как это вообще возможно, думаешь. Это новый взгляд на события тех лет. Фильм вышел в 2009 году, но живет на экранах и в сердцах своих зрителей до сих пор. Самое трудное найти мелодию фильма. Как только ты найдешь, чтобы у тебя что-то внутри запело, вот эту вот мелодию уловишь, у тебя автоматически, ну кажется, что автоматически все на это наложится. Вот допустим, вот в этом фильме, который мы смотрели, я долго не мог сообразить, ну как же вот этих женщин привязать к войне. Создатели фильма сохранили историю людей, которая смогла стать интересной молодым мальчикам и девочкам, живущим сегодня. Марина Познякова, Михаил Черепанов, телерадиокомпания, Щелково.